Я хочу у вас занять минуточку времени, пацаны, это очень важно, реально очень важно, поэтому не перематывайте, смотрите от начала до конца. Как вы знаете, возможно, на 01 сервере проходит такой конкурс, как мистер 01 сервер 2020, и там приз 40 миллионов, и получается у меня есть знакомый, очень хороший знакомый, классный пацан, не школьник, и давайте мы все-таки его поддержим и за него проголосуем, вот получается Леонардо миллионер, именно за него мы будем голосовать, потому что он очень классный пацаны, реально классный пацанчик, который разыграет потом эти 40 миллионов между вами. То есть, если он выиграет данный конкурс, то он потом этот приз 40 миллионов разыграет между теми игроками, которые за него голосовали, поэтому пацаны, возьмите просто, не ленитесь, перейдите в описании, там будет ссылка на голосование, и возьмите, проголосуйте за него, вот, нажимаете проголосовать. Больше здесь ничего делать не нужно, пацаны, сейчас, получается, идет общее голосование, потом уже будет финал, в финале будут 3 участника, но ему нужно именно выиграть полностью, ему нужно выиграть и сейчас, и потом в финале, поэтому просто не ленитесь, возьмите, зайдите и проголосуйте. Чтобы у вас была больше мотивации, я для вас кое-что придумал, пацаны, просто берите, скриньте, как вы проголосовали, неважно, на каком вы серваке играете, вообще неважно, просто берите, голосуйте и за скриньте, как вы проголосовали, и напишите мне влс с хэштегом стрим и прикрепите скриншот. Тот, кто это сделает, будет со мной сидеть весь стрим и сможет мне задать любой вопрос и будет со мной играть весь стрим. Как вы поняли, сегодня у нас будет новое видео, но в начале видоса хотел бы вам напомнить о том, то, что вы должны набрать 300 лайков. На прошлом видосе вы не смотрели набрать 300 лайков, но давайте постарайтесь на этом видео набрать 300 лайков, и я вам покажу финку моего нового бизнеса, магазин оружия в Арзамасе. Вот, это действительно мой как бы бизнес, как бы я его недавно обвинял, и финку я еще никому практически не показывал, поэтому, пацаны, все зависит только от вас. Набирайте на этом ролике 300 лайков, и в следующем видео я вам покажу финку данного бизнеса. Но кто-то думает то, что он вообще не прибыльный, кто-то думает то, что там средняя прибыль, но точную информацию никто не знает, потому что я мало кому это показывал. Особенно из подписчиков я вообще никому не говорил практически, там может быть кому-то одному. Какой-то пацанчик продукты возит, Денис Дэвис, но тут продуктов хватает в принципе. Поэтому, пацаны, просто не лейтесь, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Давайте постараемся в этом месяце добить 19 тысяч, как бы осталось немножко совсем, буквально 100 человек подпишутся и все, пацаны. И нас будет 19 тысяч подписчиков, это же реально очень круто. И на 19 тысяч подписчиков я сделаю очень классный конкурс, поэтому просто не ленитесь, возьмите, поставьте лайк. Вот чем больше вы поставите лайков, тем дальше это видео продвинется, тем больше новых людей увидит данный ролик. Поэтому просто возьмите, поставьте лайк, подпишитесь на канал и можете также написать свой комментарий. Ну, я не буду затягивать, погнали, я вам покажу свою новую покупочку, от которой вы будете просто в шоке. Итак, пацаны, я получается купил себе новый автомобиль, но я сейчас вам все подробно расскажу. Получается, как вы помните, у меня была такая машина, как BMW M5 E39. Я даже записывал видео, получается, обзор моего аккаунта, там эта машина присутствовала. Но потом, получается, я после этого видео ее продал. Зачем? Мне эта машина почему-то как-то не зашла, знаете, ну, есть такие машины, которые ты покупаешь, и ты их постоянно любишь, и они тебе нравятся, ты на них катаешься. А вот именно эта машина вообще никак не зашла, просто. Я не хотел, чтобы она была у меня в автопарке. Я просто решил взять ее и продать. Продал я ее дешево за 12 миллионов, хотя вложил я в эту машину 20 миллионов, то есть я купил машину за 4 миллиона, потратил там на тюнинг 7 миллионов, и купил номера на нее за 10 миллионов. То есть я ушел в большой минус. Но меня как бы это не волновало, я просто хотел от нее избавиться, потому что за 15 миллионов ее не хотел никто покупать. Но нашелся покупатель за 15 миллионов, которому я ее, в принципе, и продал. Потом, получается, я начал себе искать машину с аудиосистемой, и мне тут подвернулся варианте купить, получается, гелик с аудиосистемой, но не новый гелик, не 4х4, не G63, а именно G65, как бы самый мой старый гелик, получается. И я такой подумал, блядь, почему бы и нет, сука, старый гелик, он мне нравится, как бы с аудиосистемой, занижение, полублат еще стоят, типа, ну, за хорошую цену, за 25 миллионов. Изначально он его продавал за 29 миллионов, но у меня столько денег не было, я ему говорю, у меня есть 25 лямов. Он мне написал, типа, хорошо, давай за 25 лямов. В итоге я поехал и купил себе этот гелик за 25 миллионов. Ну, ладно, не буду уже затягивать, в принципе, я вам покажу эту машину, она стоит вот за этой коробочкой. И потом я на эту машину купил себе номера. ЕКХ-38 просто, просто ЕКХ-38, пацаны. Бля, очень охуенные номера, по-другому я сказать не могу, реально. Очень пиздатые номера. Я, конечно, не особо любитель этой ЕКХ, ХАМ, как бы, АУЕ особенно. АУЕ вообще не считаю за бат номера, это вообще помойка, а не номера. Ричного мнения. А вот здесь восьмерочки, пацаны, попались, и я просто не смог удержаться. Но мне пришлось попрощаться с одной из своих машин. А именно, получается, с ГТРом и доплатить еще сверху 20 миллионов. То есть, за эти номера я, грубо говоря, отдал ГТР 150 миллионов, плюс 20, 70 лямов, короче, я отдал за эти номера. И то, я еще 16 миллионов должен Матвею. Матвею Вилла, как бы, я у него позычил, потому что, как бы, у меня был ГТР, у меня было 4 миллиона, но надо было 20 миллионов. Поэтому я у Матвея позычил 16 миллионов. Ну, тачка реально очень классная, пацаны. Я просто кайфую от этой машины. Еще цвет такой темно-синий, ночью это вообще охуенно смотрится. Я хотел бы большое спасибо сказать одному игроку, а именно Шелби Чепкасов, за то, что мне подогнал деньжат. Вот вчера буквально я зашел, и он мне просто так подарил почти 6 миллионов. Вот, получается, 5 миллионов 500 тысяч, это все деньги, которые мне он подарил. Ему реально большое спасибо. Кому интересно, что это вообще за игрок, то, как бы, ссылку на его ВК и его ник я оставлю в описании, как бы. Ну, пацанчик реально просто душу взял и подарил мне бабосики. Давайте я вам все-таки уже подробно покажу данную машину. Ну, ну, согласитесь, то, что внешне, я считаю, это самый красивый гелик. Вот этот новый гелик G63, мне вообще не нравится. А вот именно вот этот гелик, он самый такой пиздатый, G65, компрессор V8. Бля, просто пушка, реально, мне он очень сильно нравится. Давайте я вам покажу, в принципе, карпас, что в нем есть, что у него нету. Ну, получается, это гелик, у него ГОСКа 2.5, целостность у него уже маленькая, я на нем потому, что жестко гоняю. Как бы, у него все есть, кроме, получается, развала. Развала у него нету, клиренс есть, развала нету. Номера тоже пиздатые, пацаны, согласитесь, просто, ну, просто пушка номера, реально, просто пушка. Давайте вот так вот выйдем, чтобы он ровненько стоял. Вот 16% занижения, это просто, ну, идеал, смотрите, просто, как в арочках сидит колеса. Ну, реально, тачка просто для души, реально, я просто от нее кайфую. Да, у меня есть еще один гелик, получается, 4х4, но на этом гелике, если это аудиосистема. Как бы, мне и тот, и тот гелик нравится, вот, у меня еще есть гелик 4х4, тоже на фублатах. Напишите, кстати, в комментариях, какого вам гелик нравится больше, 4х4, либо вот этот гелик, который сейчас у меня. Вот, ЕКХ восьверочки. И я сразу говорю, я не любитель ЕКХ вот этих всех, но именно восьмерки я почему-то захотел себе приобрести. Ну, потому что я собираю восьмерки, как бы, у меня коллекция. У меня, получается, есть топ восьмерки, мэр восьмерки, амэр восьмерки, 3к 3 восьмерки, ЕКХ восьмерки. Ну, короче, я собираю восьмерки, и поэтому я все-таки обменялся с доплатой, как бы, отдал свой ГТР, 3С, 3, 4-очки. И теперь у меня есть один свободный слот. Как бы, у меня было 12 машин, теперь у меня, как бы, 11 машин. Но, я думаю, ничего страшного, как бы, буду копить бабочки. Может, что-то еще куплю себе интересное. В последнее время, именно хочется постоянно купить новую машину с аудиосистемой, потому что, как-то без нее уже не то, серьезно. Без нее уже не то, поэтому, как бы, всегда хочется именно тачку с аудиосистемой новую покупать. В общей сумме, получается, мне эта машина вышла в 95 миллионов. Ну, давайте курим 100 миллионов. 100 миллионов мне вышла эта машина. Стоит она того? Я считаю, что, да, ну, как она смотрится просто, когда едет, пацаны. Даже когда стоит просто. Она смотрится очень классно. Вот эти номера ЕКХ восьмерочки просто. Этот цвет, эти диски, бля, такая охуенная машина просто. Ну, реально, пацаны. Реально, просто очень классная тачка. Да, понятное дело, что этот ЕЛИК выглядит современно, как бы. У него диски такие прикольные. Классика, есть классика. Как бы, этот ЕЛИК, мне кажется, он побрутальнее просто выглядит, чем тот. Как бы, на вкус и цвет товарища нет, но мне этот ЕЛИК больше нравится. И ЕЛИК 4х4 тоже больше нравится.